МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые дачники, садоводы и огородники Иркутска и Иркутска области! Сколько бы ни было лет вашей даче, она постоянно меняется. Новый цветок или другой росток, подросшие яблони, сливы и вид уже другой. Едва ли не каждый день мы создаем свою фазенду. И для многих этот участок земли – полотно, предназначенное для создания художественного шедевра. Ни больше, ни меньше. Сад – отражение вашего вкуса и жизненных пристрастий. Ваш маленький рай на этой земле. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня мы приехали на дачный участок, и нас встречают цветы. Самые разные и очень красивые. Ну, а хозяйка этого дачного участка, естественно, цветника – Фируза Адыева. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы знаете, у вас очень интересно подобрана цветовая гамма, рост цветов. Все сделано достаточно грамотно. Вы это сами придумали, где-то прочитали и в интернете увидели. Я в этом году зимой посещала лекции по ландшафтному дизайну, по формировке цветников и так далее, по подбору цветов. Поэтому тут, конечно, есть и собственная фантазия, и знания, которые получены на этих лекциях. Например, у меня вот эти шикарные лилии гармонируют с сиренево-фиолетовой гаммой, петунией. Тут же роза, конечно, должна была быть не красная, а желтая. Ну, вот такая пересортица. Я заметила, что наша хозяйка очень любит и, по-моему, успешно выращивает эустому. Давно занимаетесь этим цветком? Да, эустому я выращиваю уже года 4. Очень люблю эти цветы. Начинаю я их сеять 8 января, не в декабре, хотя некоторые сеют и в декабре, но и в декабре, но нет смысла. Я в этом году посеивала их в январе, и у меня некоторые цветы цвелю уже даже в конце мая. А в этом году вообще они у меня очень шикарно цветут. И такая цветовая гамма, которая как бы для меня даже необычна. Там и сиреневая, и абрикосовая, и лиловая, и с каймой голубой. Поэтому, да, эустому я очень люблю. Радуют душу. Они радуют душу. И самое интересное, что они не подвержены действию дождя. Они прекрасно переносят и дождь. Они даже заморозки переносят легкие. И цветут очень долго. Но еще много интересных цветов. Вот этот цветок я встречаю достаточно редко на наших дачах. Его не оценили садоводы. Что это такое? Это лаватера. Великолепный цветок, малотребовательный. Растет вот таким вот шикарным кустом. И растет очень, надо сказать, и цветет долго. Это однолетник или многолетник? Это однолетник. Лаватера однолетняя. Хотя есть лаватеры и многолетники. Хатьма называется. Но мне это однолетники. А еще очень приятно, что даже на маленьком участке нашлось место газону. Вы его тоже очень хорошо выращиваете. И он у вас очень качественный. Да, газон тоже не менее требовательный. Очень много на него приходится сил тратить. И сорняки убирать, и подкармливать, и регулярно кастить. Ну, а самое главное, газонная трава мне очень нужна для мульчирования. Так как я занимаюсь еще органическим земледелием. Мне она очень помогает. Вы занимались ландшафтом, органическим земледелием и еще? Я еще посещала лекции Академии на грядках. Еще посещала лекции Сатый огород и лекции клуба имени Томпсона. Замечательно, замечательно. Понемножку, всего понемножку. Наша хозяйка абсолютно знает много о том, что выращивается здесь, в Иркутске, в Иркутской области. Давайте посмотрим ее огород. Скажите, пожалуйста, а как давно осваиваете свой участок и творите красоту свою, персональную? Шесть лет. Участок у меня восемь соток. А огород сколько занимает? Огород занимает половину. У меня зонированная территория, огород отдельная, садовая часть отдельная. И это прекрасно. Скажите, пожалуйста, зачем вам такая огромная грядка сельдерея? Вы его так любите? Сельдерей люблю, но здесь у меня несколько видов. Четыре сорта корневого сельдерея и черешковый. Сельдерей я использую во всех блюдах. И в супах великолепно. Навар дает шикарный запах, аромат. И шикарный салат сельдерей с яблоком, с морковью, натертый, заправленный маслом. И вкусно, и полезно. И вкусно, и полезно. А вы знаете, уважаемые садоводы, что именно сельдерей обладает отрицательными калориями. То есть вы едите, а ничего лишнего не получаете. Боже, сколько здесь пчел. Это медонос? Да, это фацелия, сидерат. У меня по всему огороду рассеяны семена, они самосевым рассеиваются. Эта трава очень является медоносом и привлекает пчел. А потом вы ее скашиваете и оставляете на грядках? Да. А вот это уже семена? Да, это уже они созреют, потом станут коричневыми, и семена ветром рассеются. Ну, а здесь у меня земляничное поле. У меня здесь 10 сортов земляники. 10? 10 сортов, да. Они просто посажены маленькими такими кусками. А самая лучшая какая? А самая сладкая земляника, которую я выращиваю только ради вкуса, это константа. Большие ягоды? Ягоды средние, но она не очень урожайная, но она очень сладкая земляника. Скажите, пожалуйста, а что это у вас картошка под дугами в грядке, как царевна? Это для того, чтобы ботва не падала. Картошка у меня растет тоже по природному земледелию, по-органическому, замульчированная. Не окучиваю, а просто мульчирую. Урожай большой? Урожай очень хороший. И картошка вкусная? И картошка вкусная, чистая и хранится великолепно. А еще вы говорили, что выращиваете арбузы. Да, в этом году посеяла бедуинсур. Из трех кустиков у меня выросло пять штук. Но это еще не предел, они еще будут расти и расти. Да, да, но я обратила внимание, что они в подвешенном состоянии растут лучше, чем на земле. Лучше наливаются. Собственный опыт. Да, вот такая информация для меня новая. В этой теплице я выращиваю помидоры. У меня здесь 18 сортов. В этой же теплице у меня и перцы в этом году, и даже огурцы. И чувствуют они себя, в общем-то, прекрасно. Из всех сортов помидоров мне больше всего, конечно, понравилась берберана, пазана. И вот еще растет креатив. Очень вкусные помидоры. Ну, я еще выращиваю второй год томаты гибрид калибри. Они очень красивые удлиненной формы и очень вкусные. И чем мне еще нравится, есть помидоры салатного сорта, а есть помидоры, у которых масса сухого вещества больше. Они очень хорошо идут на томатную пасту, на заготовки и очень хорошо хранятся. И еще, что хочу обратить внимание, вот эти гибриды, они намного лучше переживают наши перепады температур. У гибридов завязываются все цветочки. У сортов сложнее, они менее устойчивые. Здесь вот у меня растет кукуруза. Четыре сорта. У меня внуки обожают кукурузу молочную, сладкую. Поэтому я выращиваю в основном, конечно, для внуков. Ну, а что остается иногда на заготовке. На рассаду я кукурузу сею 22-26 апреля. Высаживаю ее, конечно, после 20 мая. И особого ухода нет. Кукуруза, она засухоустойчивая. Растет распрекрасно. Только окучиваю и все. Вот этот овощ – большая редкость на наших дачных участках. Рассказывайте, что это такое? Это физалис. Здесь у меня два вида физалиса. Физалис овощной и физалис кондитерский. Который вот этот крупный – это овощной физалис. А который вот поменьше – это как бы кондитерский. Чем они отличаются друг от друга? Да практически ничем. Просто разница в весе и в использовании. Физалис овощной можно мариновать, солить, можно варенье варить. И кондитерский тоже самое. Можно сушить и будет как изюмчик. Это вкусно? Ну, в сушеном виде, да. А вот в сыром виде попробовали. У меня дети сказали, это не наше овощи в сыром виде. Но я выращиваю первый год, поэтому еще как бы опыта нет. Попробую сварить варенье. А здесь растет у меня голубика. Моя любимица, моя гордость. Потому что мне удалось добиться урожая. В этом году вот она расцвела, уже ягодки зреют. Почва ей нужна, конечно, кислая. Приходится подкислять. Это одна чайная ложка лимонной кислоты на три литра воды. Голубика любит кислую почву. Но, в принципе, вырастить ее в наших сибирских условиях – это несложно. Единственное, что, конечно, нужно весной, когда у нас заморозки, укрывать цветочные почки. Потому что цветочные почки на кончиках, они при температуре минус 6, минус 8, оказывается, вымерзают. К сожалению, мы не успели рассказать и показать вам все, что выращивает хозяйка этого участка. Роскошный лук, огромную капусту и много других культур. Три садоводческие школы сделали свое дело. Роскошный участок, который оборудован, который ухожен всего двумя ручками. И, конечно, эти ручки заслуживают подарков от нашего спонсора – компании «Стройлогистика». Здесь очень много полезных для дачников вещей. Спасибо огромное! Конечно, это очень великолепные подарки, и они мне обязательно пригодятся. В свою очередь, хочу пожелать садоводам-огородникам хорошего настроения, великолепной погоды, больших урожаев. И получать удовольствие от своей работы, от своего дачного участка, от той работы, что вы делаете. Иркутский завод «Сотекс» производит сотовый поликарбонат под марками «Сотекс», «Тепличник Био» и «Ультра». Сотовый поликарбонат – это современный соединенный материал, который по ценовым характеристикам и по потребительским свойствам гораздо превосходит уже традиционное стекло и полиэтиленовую пленку. К полезным свойствам поликарбоната относится простота его перевозки, монтажа, его легкость, его прочность, его долговечность и богатая цветовая гамма. Из листов сотового поликарбоната изготавливаются гаражи и навесы, парники и теплицы, и даже остекление балконов. Очень важно при строительстве выбрать правильные, качественные листы, и также по инструкции правильно все смонтировать, и тогда ваша теплица или ваш парник станет настоящим украшением приусадебного участка. Цена листов сотового поликарбоната зависит от толщины, от плотности и, самое главное, от наличия ультрафиолетовой защиты. Например, сотовый поликарбонат «Тепличник Био». Он разработан с учетом климатических особенностей нашего региона. Специально для сибирских теплиц мы даем на него расширенную 10-летнюю гарантию. У него оптимальная 4-мм толщина и, самое главное, наличие ультрафиолетовой защиты. На нашем заводе есть любые объемы сотового поликарбоната. Вам остается выбрать только цвет и толщину листа. Нередко бывая на разных садовых участках, понимаешь, ничто иное не обнажает душу столь откровенно, как сад, созданный своими руками. Ни год, ни десятилетия. Всю жизнь мы создаем образ идеального мира в нашем собственном понимании. Вначале это робкие, неумелые штрихи на полотне природы. Затем с опытом появляются более смелые, яркие мазки. А собственный сад – это живое чудо, созданное из огромного труда и любви, воспитанное вами и воспитавшее вас. На пороге осень, а это значит, что здесь, в Иркутском СИБ-экспоцентре, проходит традиционная выставка для садоводов и огородников. Сюда приходят все дачники города Иркутска. Зачем? Чтобы воочию увидеть красоту, чтобы воочию увидеть, какие овощи можно выращивать в нашем регионе, что-то купить и, конечно, задать самые сокровенные, порой наболевшие вопросы. Ну а мы с вами сейчас узнаем, как проходит этот праздник. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, что вы представляете? В общем, мы в садоводстве дорожных уже много лет занимаем первые места. Но славится наш участок вот именно больше всего цветами. 15 сортов только плотцев, 12 сортов гладиолусов, герани, всевозможные от маленьких до великих цветов. И все остальное, от картошки до помидоров, огурцов, все мы выращиваем своими руками. А еще я вам хочу рассказать, что впервые вот на этой ярмарке увидела вот такой кабачок. Скажите, пожалуйста, каким это лето было для садоводов и опытников? Лето было немного сложным. Нам, конечно, не хватило солнца. Но, несмотря на все эти трудности, садоводы предоставили на выставку около 80 сортов яблок. У нас есть ежевика, у нас есть ягоды вкусные, у нас виноград есть, который набрал сахара. И есть чем порадовать наших горожан. Я думаю, люди довольны и взорадуются. А сейчас я вам хочу представить Виолетту Маркову. Она представитель клуба органического земледелия. Как вы считаете, почему сегодня это направление так востребовано? Ну, во-первых, в 2018 году вышел закон об органическом земледелии на государственном уровне. Ну, а во-вторых, все люди хотят быть здоровыми, красивыми, кушать замечательные овощи, фрукты, выращенные собственными руками. Без химии? Без химии, это обязательно. Скажите, пожалуйста, а каким это лето было именно для вашего направления? Урожайным или не очень? Лето было очень интересным. Но, несмотря на все, мы получили замечательный урожай в нашем органическом земледелии. Ну, а теперь самое главное – этот урожай сохранить и по возможности переработать. Постоянно все сушим, и это сохраняется на очень многие годы. Это вкусно, и зимой всегда можно вспомнить лето, вспомнить весь наш урожай. А самое главное – это полезно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Скажите, пожалуйста, садоводство, огородничество в ведомстве Министерства сельского хозяйства отчасти? Ну, конечно, мы оказываем поддержку в виде выдачи грантов, предоставления грантов на развитие инженерной инфраструктуры. И у нас уже за это время, с 2015 года, приняли участие 168 садоводств и стали победителями 61 садоводства и получили общую сумму поддержки уже 25 миллионов. Поддержка садоводческих объединений, она осуществляется в рамках нашей государственной программы развития сельского хозяйства. Здесь, помимо тех грантов, которые предоставляем мы, как наше Министерство сельского хозяйства, еще есть три направления. Одно направление через линию Министерства социального развития, опеки и попечительства, которые предоставляют льготный, бесплатный проезд до садоводств. Это через железнодорожный транспорт и через авиатранспорт, автотранспорт. Более 100 миллионов на эти цели из областного бюджета выделяется каждый год. Спасибо большое. Уважаемые дачники, садоводы и огородники, если в вашем СНТ есть проблемы, Министерство сельского хозяйства вам смогут помочь. Двух одинаковых садов найти невозможно. Каждый в единственном экземпляре. Исключительное творение автора, причем любимое, на собственном кусочке земного шара. И никто, и ничто не должно позволить вам усомниться в достоинствах этого маленького рая. Мы все вместе, кто пару лет, а кто не первое десятилетие, окунаемся в этот омут, вместе наслаждаемся сладостным и пагубным пороком, умеренным садом-азохизмом, созданием сада своей мечты. Нынешний сезон для малины, для традиционных сортов малины, двухгодовых, был начало очень хорошим. Мы подошли к началу созревания с богатым урожаем, хорошая зависть. И тут начались известные затяжные дожди, которые подпортили продуктивность сортов коренным образом. Появились гнили, появились болезни, вредители из мыла. Но болезни грибные особенно развились на сортах малины пышным цветом. После обработки биологическими препаратами, фунгицидами, реакции практически никакой не было. Теперь заканчивается плодоношение, и как же нам подготовить наши растения, наши сорта малины для успешной перезимовки. Хотелось бы сказать, что вообще болезни плохо влияют на перезимовку растений. Грибные особенно, и малина, культура в этом плане не исключение. Для того, чтобы обеспечить хорошую перезимовку и достойный урожай будущего года, нужно позаботиться уже сейчас. После сбора урожая, окончания потребления свежих ягод, нужно будет вырезать старые побеги и обработать оставшиеся побеги, которые дадут урожай будущего года качественным, хорошим фунгицидам. Препаратов, помогающих бороться с грибными заболеваниями, великое множество. Но большая часть из них медь содержащая. Именно этими препаратами мы пользуемся. Один из них, который нам особенно нравится, это Ордан. Я могу его посоветовать практически на любой культуре для лечения и профилактики грибных заболеваний. Но можно пользоваться любым другим медь содержащим препаратом, такими старыми, как медный купороз, бордовская жидкость. Это все из одного ряда. Дело ваше, что выбрать какой препарат. Но обработать в зиму фунгицидами нужно обязательно. Малина при этом перезимует намного лучше и даст хороший урожай на будущий год. Для начинающих садоводов вырезать нужно именно те побеги, которые в текущем году давали урожай. И сейчас они выглядят вот так непрезентабельно. Остатки ягод и коричневые с болячками листья. Вырезаем под корень, утилизируем, таким образом освобождая участок малины от старых, накопивших болезни, вредителей веток. Некоторые садоводы молодые побеги формируют, укорачивая их, таким образом стимулируя образование куста, дополнительных боковых побегов. Но для наших условий лучше оставлять малину нетронутой. И молодой побег осенью уже не укорачивать и не стимулировать дополнительные образования побегов. Если они не успеют вызреть, то зимостойкость этого куста сильно снизится. И в суровую зиму она не перезимует. Малина очень отзывчива на внесение органики. И, конечно же, это делать надо в первой половине вегетационного периода. То есть, ну, примерно до середины июля, может, чуть дольше. Минеральные удобрения тоже необходимо вносить. Но малина не так отзывчива, как на компост, навоз, жидкие подкормки. Очень требовательно малина к влаге. И пересыхание верхнего слоя, особенно у крупноплодных сортов, значительно снижает урожайность этой культуры. Поэтому, если у вас есть возможность, обязательно замульчируйте свои посадки тем материалом, какой вам доступен. Это могут быть и опилки, и стружка, и сено. И, конечно же, самый идеальный – это навоз. Можно использовать и выполненные сорняки, как вот. Мы иногда используем и их в качестве мульчи и дополнительной органики в рядах малины. Малина – традиционная ягодная культура, как вообще для Руси, так и для сибирского сада. Конечно же, она очень полезна в рационе человека, незаменима при простудных заболеваниях, при авитаминозах. Посадите себе несколько кустов. Пусть она радует вас. Пожалуй, каждый дачник может говорить о своем увлечении много. Хвастаться дизайном и урожаем, искать причину неудач. Никогда не сожалейте ни об одном дне в своей жизни. Хорошие дни дарят счастье, плохие – опыт, худшие преподают уроки, а лучшие создают воспоминания. Делайте то, что вам нравится. Зачем откладывать походы в театр, на рыбалку или путешествия до пенсии? Балуйте себя сегодня. Потратьте свое время и энергию на то, что будет вас наполнять. Будьте счастливы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова